Валентина Михайловна Сырогашская советская актриса, которая снялась всего лишь в двух картинах, однако даже этого хватило, чтобы обрести популярность и любовь зрителей. Особенно после выхода картины «Василиса прекрасная» актриса осталась навсегда в сердцах зрителей. Но, к большому сожалению, она так и не смогла продолжить актерскую карьеру. Валентина родилась в 1912 году в Одессе. После школы стала учиться хореографии, но поняла, что это не то занятие, которому бы она хотела посвятить свою жизнь. В итоге она решила стать актрисой и поехала в Москву, где поступила в театральное училище. А потом она случайно попала на экраны. Девушку заметили и предложили ей сняться в сказке «Василиса прекрасная». В итоге эта картина принесла настоящую славу и знаменитость, причем не только ей, но и всем, кто снимался в картине. Валентина Михайловна также снялась в картине «Шел солдат с фронта», однако большого успеха ей это не принесло, и роль практически осталась незаметной. Актриса была очень красивой и неудивительно, что поклонников у нее всегда было достаточно много. Именно тогда у нее возник роман с акробатом Никитиным. В серьезные отношения это не переросло, однако таким образом у Валентины родился сын. В итоге съемки ей, конечно же, пришлось отодвинуть, ведь нужно было воспитывать ребенка. И все же ее знал весь Советский Союз, мужчины влюблялись и мечтали об актрисе. Был пленен красотой Валентины и композитор Федор Седых. Настойчивые ухаживания и забота покорили актрису, и она согласилась выйти за него замуж. В 1942 году она подарила мужу дочь Ирину. Федор Сергеевич обожал дочку, но к первому сыну актрисы Валентину тоже прекрасно относился, дал ему свою фамилию и отчество. Во время войны актриса работала в Свердловской филармонии. В августе 1946 года вместе с мужем и детьми вернулась в Одессу. Седых предложил жене подготовить концертную программу и начать гастрольную деятельность. Детей они оставили на попечении родственников. В течение двух лет они побывали во многих городах СССР. Но когда не стало мамы актрисы, забрали сына и дочь к себе. Вскоре в семье появился третий ребенок, его назвали Федором. Разъезжать по стране с детьми было сложно, и они решили на время определить старшего в детский дом. В 1949 году супруги получили небольшую комнату в Москве и смогли забрать Валентина из приюта. В это же время актрису начали приглашать сниматься в кино. Она и сама очень хотела продолжить актерскую карьеру, но Федор Сергеевич был категорически против. Композитор безумно ревновал красавицу жену и не мог допустить, чтобы к ней прикасались другие мужчины. Постоянные ссоры привели к разводу, это случилось в начале 50-х годов. Через некоторое время Валентина Михайловна устроилась в Дом культуры, где был театральный коллектив, там она играла в постановках. На одном из творческих вечеров актриса познакомилась с актером Евгением Тетериным. В 1954 году они поженились, и этот брак оказался счастливым. После второго замужества Валентина Михайловна решила оставить сцену и посвятить себя семье. В середине 80-х у Тетерина случился инсульт, два года актриса ухаживала за больным супругом, но победить коварный недуг им не удалось. В марте 1987 года Евгения Ефимовича не стало. Без любимого человека Валентина Михайловна прожила всего один год. Она ушла из жизни 8 апреля 1988 года. Печально сложилась судьба сыновей и внуков актрисы. Старший сын Валентин учился в университете имени Баумана, но так и не стал дипломированным специалистом. Он довольно рано женился, трудился в цирке рабочим, ухаживал за животными. Несмотря на рождение сына, развелся с женой. Во втором браке тоже родился мальчик. В 1996 году ушел из жизни его старший сын, ему было 35 лет, а через 10 лет умер младший. Валентин заливал горе алкоголем, и сердце не выдержало такой нагрузки. Не сложилась судьба и у младшего сына актрисы Фёдора. Он работал киномехаником, но пагубные привычки подорвали здоровье. В 2013 году его не стало. Дочь Ирина окончила педагогический институт, владеет несколькими языками. Вышла замуж за француза и уехала с ним на его родину. Валентина Михайловна похоронена на Домодедовском кладбище. Рядом покоится старший сын Валентин и её внуки.